Совершая какие-то противоправные действия по отношению к другим людям, злоумышленники часто могут даже не задумываться о последствиях. А некоторые наоборот, совершают такие поступки с особой усладой или насмешками. Но вот когда они предстают перед судом и слышат тот срок, который им будет положено провести за решеткой, их реакции бывают совсем разными. Привет, вы на канале НСК Шоу, и это реакции осужденных на приговор. Брэндон Спенсер. Этого 20-летнего осужденного зовут Брэндон Спенсер. И он является человеком, который пытался расправиться с четырьмя особами во время стрельбы на вечеринке в честь Хэллоуина, организованной черной студенческой ассамблеей в октябре 2012 года. Вроде бы жесткий парень, но в зале суда его нервы явно сдают. Он даже ударяется головой об стол и начинает громко плакать во время слушания приговора по его делу. Все дело в том, что Спенсеру сложно поверить, что ему не видать свободы ближайшие 40 лет. Да, любой бы на его месте вел себя подобным образом, но, как говорится, каждый отвечает за содеянное. Этого молодого человека осудили по четырем пунктам обвинения в покушении на человеческую жизнь. И что сказать, теперь пора расплачиваться за то, что совершил. Эндрю Вирт. 25-летний Эндрю Вирт является членом мотобанды Диаблос Лобос. Мужчину подозревали в тяжких преступлениях по отношению к двум людям, находившихся возле бара в центре города Джефферсон. В зале суда парень разразился потоком ненормативной лексики. В порыве гнева он буйно требовал, чтобы его отпустили и просто не мог поверить, что был заключен на долгие 30 лет. После этого он повернулся к присутствующей аудитории и сказал, что обвинения были смешными. Затем Эндрю начал драться с судебными приставами, которые в конечном итоге его одолели и вытащили из зала в зону ожидания. Этот инцидент произошел всего в нескольких метрах от места, где сидели коллеги и члены семьи одного из пострадавших. «Я считаю, что такое поведение было весьма предсказуемо, но выглядело все это просто ужасно», сказал присутствующий на слушании дела начальник полиции Джеймс Уоллес, который сидел прямо за Виртом. «Не, ну серьезно, а чего он мог добиться своей агрессии? Лишь только дополнительные 4 месяца к заключению из-за отвратительного поведения в зале суда и оскорбления должностных лиц при исполнении». Томас Михаэль Лейн Подросток из Огайо, одетый в белую футболку с надписью «Убийца» за главными буквами, улыбался, ругался и показывал непристойные жесты, поскольку его приговорили к пожизненному заключению без права до срочного освобождения. Когда зачитывали приговор этому 18-летнему парню, он качался взад и вперед в своем кресле, а родственники жертв поднимались на трибуну и называли его «тварью». желали ему чрезвычайно медленной, мучительной погибели и говорили, что его следует запереть как животное. В ответ на все судебные разбирательства Лейн всегда оставался с каменным лицом и не признавал своей вины. Когда ему была предоставлена возможность обратиться к судье, парень отклонил совет своего адвоката и сделал короткое, шокирующее заявление. «Эта рука, которая нажала на курок, теперь повторяет это в памяти. Я показываю всем вам факт». В суде послышались вздохи, а некоторые вообще начали плакать. «Честно говоря, я не был к этому готов», сказал прокурор Джеймс Флейс после вульгарного жеста Лейна. «Это подтверждает то, о чем мы говорили все это время. Это было холодное, расчетливое и преднамеренное преступление. Тот, с кем мы имеем дело, это очень отвратительный человек», продолжил Флейс. «И он по-прежнему отказывается дать какое-либо объяснение тому, почему он это сделал. Единственное объяснение, которое я могу предложить суду, это то, что он так захотел». Судья Дэвид Фури вынес психопату три последовательных пожизненных заключения, без возможности условно-досрочного освобождения. На что Лейн только улыбнулся и одобрительно кивнул головой. Джерри Аскин. 29-летний Джерри Аскин из Нью-Йорка был осужден сроком на 25 лет. Он попал в автомобильную аварию, сев за руль пьяным. В результате такого поступка погибла целая семья, машина которой двигалась навстречу. Единственным выжившим в этой страшной аварии был Джерри. Но из-за полученных травм ему пришлось пересесть в инвалидное кресло. Но, как говорится, этот факт совершенно не снимает с него вины. На кадрах записи из зала заседания суда мы можем видеть, в каких расстроенных чувствах находится преступник. Он просто не может поверить в то, что натворил, и какой срок ему за это светит. Да что тут говорить? Все написано на его лице. Что вы думаете? Джерри Аскин получил справедливый срок по данной статье. Было бы интересно узнать ваше мнение. Оставляйте мысли в комментариях под этим видео. Энтони Гарсия В зале суда, ожидая своей судьбы, Энтони Гарсия занял ту же позицию, что и два года назад, когда его осудили за прежние преступления. Только посмотрите на этого актера без Оскара, который прямо упал в инвалидной коляске. Его шея согнута в одну сторону, глаза прищурены, а голова иногда покачивается. Видимо, таким странным образом Гарсия пытался показать, что у него не все в порядке с головой. И знаете, наверное, это и к лучшему, что он ничего не видел. Поскольку сразу за его правым плечом находились члены семей жертв, ожидающие услышать, получил ли Гарсия самое тяжелое наказание. Но, как выяснилось позже, Гарсия думал, что его примут за психически нездорового человека и хоть немного скостят срок. Но этого не произошло. И этот преступник получил свое заслуженное наказание сроком в 35 лет. Алексис Секстон Пожалуй, девушки более скромны в проявлениях эмоций, когда дело касается их обвинения в каком-либо деле. И тому примером является 15-летняя Алексис Секстон, которая во время вынесения приговора просто расплакалась в суде. Чисто по девичьи. «Но за что можно было судить такого невинного на первый взгляд подростка?» Спросите вы. Эту девушку приговорили к 15 годам тюремного заключения за причинение травм 14-месячному мальчику, которого она нянчила. Она была обвинена в преступном нападении и угрозе для жизни детей. Кстати, мать маленького пострадавшего мальчика, Викторию Ганс, тоже обвинили, но в том, что она не оказала медицинской помощи после того, как младенец был ранен. В конце хочется лишь добавить, всегда думайте перед тем, как что-то сделать, ведь последствия могут быть просто непредсказуемыми. Ну а на сегодня это все. Берегите себя и не забывайте подписываться на канал, а также оценивать это видео. Всем спасибо за внимание и пока!